Сегодня в выпуске. В Уфе продолжается инвентаризация объектов недвижимости. Оперный певец Оскар Абдрозаков снимается в многосерийном фильме «И это всё Роберт». И судебные приставы оштрафовали отдыхающих на Нугушском водохранилище. Здравствуйте, студия Оскар Басыров. И начнем выпуск с обзора мировых новостей. Тема повышения пенсионного возраста неожиданно вылезла откуда не ждали. 71-летний нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин хотел оформить кредитную кату в Сбербанке, но неожиданно получил отказ по очень странной причине. Это крайне подозрительно. Стоп! Ведь после 65 лет мы кредитные карты не оформляем. Так, по словам Крутихина, сотрудница банка прервала заполнение его анкеты и порвала распечатанные бумажки. Возраст до жития как-никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу отдать концы, написал Крутихин у себя в Фейсбуке. В банке потом подтвердили информацию о том, что выдают кредитки лицам до 65 лет. Разумеется, в сети тут же начались бурные обсуждения. Одни называли это беспределом и написали, что в России не положено хорошо жить тем, кому 65 и более. Но были и те, кто считал, что банки можно понять. Кто берет весь этот холст? Ну, как кто? Откровенно говоря, всякое злобье. Почтальоны постоянно, сантехники, ну, видят нашу рекламу в Хастлере или в популярной механике. А там ведь сказано, что они разбогатеют. В Хастлере? Да. Особой пикантности произошедшему добавляет то, что пенсионный возраст как раз будут повышать до 65 лет. Получается, что выходишься на пенсию и кроме как на государство рассчитывать-то и не на кого. Кредит вам все равно не дадут. Впрочем, может оно и правильно, и Сбербанк все делает не зря. Зачем вообще в таком возрасте деньги? На что их тратить? Да и вообще, это Россия. И ситуация может меняться каждый день. В Уфе продолжается сплошная инвентаризация неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости. Напомню, она началась два года назад. За это время проверено более 37 тысяч земельных участков. Предварительно выявлено, что 415 из них самовольно захвачено, а еще около 100 используются не по назначению. Допустим, мы столкнулись с тем, что земельные участки, предоставленные под индивидуальную жилую застройку, используются в коммерческих целях. Где-то это магазин, где-то это автослесарная, а где-то это даже и гостиница. То есть под эти виды разрешенного используются совершенно другая кадастровая стоимость и совершенно другая база налогообложения. И размеров арендной платы. Чиновники полагают, что инвентаризация позволит увеличить бюджет Уфы на 50-100 миллионов рублей. Так за первые полгода в городскую казну уже поступило более миллиарда рублей. Платежи за землю составляют треть доходной части. Бюджета от налоговых и неналоговых платежей. Это, в общем-то, существенное. Основными источниками являются реализация муниципального имущества и земельных участков, а также их предоставление в аренду. В рамках инвентаризации создана цифровая карта города. В ее основе фотографии Уфы, на которые наложены кадастровые границы участков. Это позволяет определить, кто из собственников или землепользователей вышел за пределы своей территории. Вот так пузат, да. Вот видите красные линии, границы земельного участка. С левой стороны мы можем заметить о том, что не все объекты находятся в границах данного земельного участка. Еще один проблемный вопрос, который обсудили в мэрии, предоставление земли льготникам. По закону участок могут получить нуждающиеся в улучшении жилищных условий люди с инвалидностью, многодетные и молодые семьи. Сейчас на учете состоит более 10 тысяч человек. Но в черте города для них свободной земли не хватит. Сегодня есть хорошая договоренность, и уже проводятся работы в близлежащих муниципальных образованиях. Это Кушнаренковский район и Крамаскалинский район. Это два пилотных района, где в этом году, я очень надеюсь, будут предоставлены земельные участки для льготной категории граждан. Пока льготники ждут свои участки, мэрия планирует уже в этом году завершить основную работу по сплошной инвентаризации. Ожидается, что таким образом на рынке сделок с имуществом будет наведен порядок. Рустам Нурейшев, Эльдар Каюмов, Городской телеканал ИТВ. Нугурское водохранилище – излюбленное место отдыхающих со всей Башкирии и соседних областей. Однако не все туристы соблюдают закон. Нарушители на совместном рейде искали судебные приставы и государственная инспекция по маломерным судам. Ну мы тоже биваем, у вас долги выходят в благовеческом отделе. Ну как там может быть-то? Ну вот так вот. 126 тысяч рублей. Именно столько задолжал государство Владимир Дмитров. Владелец этого катера. Приставам достаточно было просканировать бортовой номер в программе «Мобильный розыск», чтобы узнать, есть ли долги у судовладельца. Налитие задолженности удивило мужчину. Он живет в Милюзовском районе. А долг числится по благовещенскому отделу. Теперь хозяину судна придется вместе с приставами разбираться в этой ситуации. А пока проверки продолжаются на воде. Мы только что отошли от берега и уже обнаружили первое серьезное нарушение. Маломерное судно намного превышало норму пассажировместимости. На борту вместо положенных 12 человек находилось более двух десятков. Веселая компания отмечала День строителя. Праздник прервали сотрудники МТС и приставы. Они выписали штраф в тысячу рублей за перегруз катера. Но бдительный взор сотрудников МТС обнаружил еще одно нарушение. Внешне нет смотрящего человека, который дублирует зацепленное устройство, которое зацеплено за ним. Трое парней решили прокатиться на надувном диване. Только водитель гидроцикла забыл взять с собой напарника. А это обязательное правило всех водных развлечений. Смотрящий сидит за водителем и следит за безопасностью пассажиров. За такое нарушение предусмотрен штраф – 500 рублей. Владельцы гидроциклов и моторных лодок часто игнорируют основные правила нахождения на воде. Чаще всего встречаются нарушения, такие как отсутствие регистрации на мелно-малаверное судно и управление судном без удостоверения судоводителя. Когда рейд уже подходил к концу, внимание инспекторов привлекло очередное прогулочное судно. На борту веселье было в самом разгаре. И требование пристать к берегу вызвало лишь смех у пассажиров. А вот капитан спокойно выслушал вердикт сотрудников МЧС. На катере превышено разрешенное количество пассажиров. Однако не все реагируют на проверки адекватно. По Милюзскому району ранее были такие случаи, когда кто-то с топором кидался, кто-то с вилы вытаскивал, когда в деревню приезжаем. Но от такого страшного ничего не происходило. Такие рейды проводятся регулярно. Но если от приставов уклониться тяжело, то безопасность на воде вызывает намного больше вопросов. Малые штрафы не приносят проблем нарушителям, которые за день зарабатывают в разы больше. Добиться соблюдения правил можно лишь круглосуточным наблюдением за всеми людьми на воде и на берегу. Их ресурсов и МЧС, разумеется, нет. Единственный выход – повышение сознательности самих отдыхающих. Только так можно исправить печальную статистику. С начала купального сезона в России утонуло более тысячи человек. Андрей Шарыгин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Давайте дальше пройдем без Бориса. Пока Аскар Абдразаков перевоплощается в Бориса Годунова, актеры театра оперы и балета репетируют. Фрагменты оперы, оркестр и артисты выучили за несколько дней. Также быстро подобрали костюмы, подходящие под эпоху. Задача не из простых, ведь в репертуаре театра оперы Бориса Годунова нет. Вышли только с отпуска, только что, и сразу за работу. Мы участвовали в съемках, это не первый раз. В общем, то, что связано со спектаклем, для нас это знакомо. Мы не удивляемся этой работе. Это нам близко, и мы с удовольствием работаем. Мы, конечно, привыкли к сцене, но не привыкли к видеокамерам в таком количестве, поэтому это новый такой опыт для нашей труппы. Я не знаю, что из него получится, но поучаствовать в любом случае любопытно. Оскар Абдрозаков хорошо знает партию Бориса Годунова, как и процесс съемок. Его отец Амир Абдрозаков был известным кинорежиссером, поэтому оперного певца не смущает ни камера, которая движется перед ним, ни осветители. Выхожу так же, как всегда выходил в образе Бориса Годунова. Нужно нести некую такую тревогу и с пониманием выходить, и опять-таки с любовью к зрителям, прежде всего. А в зале собрались не только любители кино, но и поклонники Оскара Абдрозакова. Многие не верят, что на сцене прославленный уфимец. Оскар снимается, да, в смысле, на самом деле. Когда узнала, что будет выступать Оскар Абдрозаков, я пришла. И вы знаете, я просто в восторге. Когда он поет, вот этот вот баритон густой, как мед. Он просто в меня вот так проникает, во все мои клеточки. И у меня мурашки по спине, это на самом деле. Я вот даже сейчас говорю, у меня мурашки. Вот, в общем, я от его голоса просто, ну, просто с ума скажу. Вероника и Вика участвуют в съемках многосерийного фильма, и это все Роберт не в первый раз. Недавно случайно стали свидетелями сцены, когда перед театром оперы и балета подожгли человека. А сегодня уже сами помогали съемочной группе, набирали массовку, приглашали обычных прохожих. Они стали участниками съемок самой массовой сцены фильма. Сцена сложная, мы снимаем оперу, мы ее, надеюсь, поставили за одну репетицию. В нашей картине мы затрагиваем какие-то социальные вещи. И нам показалось, что Борис Газунов лучше всего ложится на нашу историю. Будет такой некий параллельный монтаж, параллельное действие. Наши герои находятся на помойке, значит, злодеи сидят и наслаждаются элитарным искусством. Вы, наверное, еще не знаете, кто у нас в итоге главный злодей. Новый, что ли, злодей появились? Злодейка, я бы сказал. Наша банда работает на нее. Я чиновница, это представитель полиции, это представитель бизнеса и денег. Кто уже сидит, бандит. Тут собрался такой змеиный какой-то такой клубочек. В этом змеином клубочке актеры, известные зрителям по таким сериалам, как «Розыск», «Золотая орда», «Отель Элеон», «Улицы разбитых фонарей». Этих профессионалов в многосерийном фильме «И это все Роберт» объединила киностудия Рияза Исхакова, компания «Уфанет» и режиссер Андрей Линич. Съемки многосерийного фильма продлятся до осени. Алина Таюпова, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Всякое бывает. Единственное, что очень много удалений, хотя по ним и не скажешь, что они были как бы спровоцированы игроками соперника или что. Единственное, что надо разобраться с удалениями, но при этом очень здорово играли в меньшинстве 4 на 5 именно. Здраво! Меня зовут Мир Коздравич. Конечно, иногда нам всем не хочется идти на работу. И иногда люди придумывают самые изощренные способы для того, чтобы ее прогулять. Например, недавно китаец по имени Дин решил прогулять работу втайне от жены. Неожиданно она вернулась домой, и он спрятался в шкафу. Но, услышав в шкафу странные шорохи, жена вызвала полицию. Но китаец отделался лишь штрафом за ложный вызов и устными наставлениями. Но китайская хитрость и рядом не стояла с тем, что придумал житель Озерска. Что сегодня расскажешь, товарищ Тютюрин? Да ничего. Вы ведь все равно не поверите. Он написал заявление в полицию, что якобы на него напали неизвестные. Избили, ограбили и украли банковскую карту, а заодно прихватили и все наличные. Само собой, никаких грабителей не было. Хорошо. Что хорошо? Говоришь хорошо, придешь плохо. Полицейские выяснили, как на самом деле обстояли дела. За день до обращения в полицию мужчина веселился в компании друзей. Да так веселился, что на следующий день попросту не смог подняться на работу. В таком виде я не могу, я должен тебя принять волну, выпить чашечку кофе. Полиция возбудила уголовное дело о заведомом ложном доносе о совершении преступления. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде. Однако ему грозит срок до двух лет лишения свободы. Но похоже, отчасти он добился своего. И вместо рабочих будней он уедет в долгосрочный отпуск. До скорых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К слову, если бы водитель Hyundai смотрел во встречном направлении, то он увидел бы приближающийся автомобиль и успел остановиться. Почему так происходит, остается большим вопросом. Все куда-то спешат и совершают необдуманные поступки. А ведь никто никого не торопит и есть время убедиться в безопасности. В результате в погоне за сэкономленными секундами теряется уйма времени, сил и денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова